Так, мне сегодня пришли две посылочки, прям 8 марта вовсю, неожиданно. Это я уже знаю, что понятно, с сайтов Лаконии, заказывала по скидке, так как у меня был день рождения, у меня был Гудшайн, заказывала себе кое-что из косметики, сейчас покажу, что. И одна посылочка еще пришла, что там такое, даже не знаю, что это, сейчас буду смотреть. И принес Гермес, и как всегда с ними проблемы, то они не могут мою фамилию найти, то она не там написана, хотя все уже везде написано. Ну, в общем, не знаю, почему-то ДХЛ меня всегда находит с Гермес, у нас всегда какие-то нелады. Но, к сожалению, на Флаконе, когда заказываю, всегда только доставка Гермес стоит, выбора больше нет. То есть обычно там на сайтах выбираешь ДХЛ, Гермес, ДПД иногда бывает, где-то можно забрать, если ты не хочешь, чтобы домой приносили. Но здесь стоит всегда Гермес на Флаконе, и так как я очень люблю этот сайт, приходится как-то как-то кооперироваться с Гермесом, что поделать. Так, сейчас буду распаковывать и показывать вам, что тут есть интересного. Так, выпала куча посылочек, это с Алиэкспресса, все. Значит, первое, я заказала вот такие, как они называют, где они открываются, чтобы найти. Для, короче, такие шапочки, знаете, что они очень популярные. Для тарелок, смотрите, сколько они сложены. Пожалуйста, вот так открывайте. И очень удобно накрывать тарелку в холодильник. Тарелку, еще что-то вот. Здесь есть размер, наверное, не знаю. Ну, я заказала какой-то стандарт, мне кажется, здесь есть, ну, они все одинаковые. Я думала, они еще больше, они все одинаковые, наверное, потому что на тарелке будет удобненько. Здесь, кстати, по-моему, стоили 10 штук или больше даже. Не помню, сколько, если честно. Но я давно их хотела, и они очень дешевые. Я постараюсь скидочки на все это, что я сейчас распаковываю и показываю, ставить в описании под видео. Надеюсь, что не забуду, все выложу. Дальше. Очень много чего я заказывала для своих ногтей. Для того, чтобы дома дальше делать маникюр, а раньше делала. Так, вот. Заказывала вот такие вот апельсиновые палочки. Кто знает, для чего они, для кутикулы. Очень хорошо используются. И здесь в подарок пришли вот такие наклеечки для ногтей. Ой, вот смотрите, такие вот симпатичные. Дальше смотрим, что у нас здесь. Я, кстати, не ожидала, что так быстро придет. Они всегда там пишут, конец апреля было написано, а в итоге прошло намного раньше. Это очень приятно. Дальше. Это тоже что-то. Да, это тоже для маникюра. Я заказала такие вот ногти, которые можно красить. Как для примера, знаете. Может, вы видели, когда ходите куда-то к мастерам. Вот такие вот прозрачные формы ногтей. И чтобы красить их лаками. Я заказала еще лак, я не знаю, пришли лаки или нет. Надо посмотреть, может, в следующий раз придут. Вот. Я не помню уже, сколько здесь штук. Но вот такую штуку. Они заводятся, вот, и вешиваются. Чтобы знать, какие лаки у тебя есть дома. Это все стоит просто, ну, копейки, евро, два евро. Ну, то есть, недорого. Чтобы, знаете, какие цвета есть. Чтобы потом, когда красишь, каждый раз не открывать каждый лак и смотреть, какой у тебя лак. Потому что у меня обычно все лаки, которые я заказываю, они непрозрачные. Я веду упаковочка непрозрачная. Мне не видно, что там за цвет внутри. Дальше заказала вот такую ванночку для рук. Дальше это такие вот салфеточки безворчевые. Тоже для маникюра. Это все я заказываю себе. Я не мастер маникюра. Просто для себя делать себе дома маникюр. Я уже рассказывала об этом в каком-то видео, что, к сожалению, я не нашла еще того мастера, которому я могла без проблем как в Украине 10 лет ходить спокойно и быть уверенной, что у меня все хорошо будет с ногтями и будет все красиво и так далее. Пока не нашла здесь. Дальше. Вот такая еще штука. Может, кто-то знает, что это. Сейчас объясню примерно. Значит, оно такое, как силиконовое. Вот это открывается. Сюда наневается. Вот сюда. Видите, как-то оно лепится. Вот таким образом. И можно здесь намазать любым лаком, любым цветом. И сюда вот так вот. Большинка прилепили, вставляете ноготь и у вас получается что-то в стиле французского маникюра. Я еще это не пробовала, буду пробовать. Не только французского, а можно какие-то блестки сюда, можно что угодно. То есть удобно взял, сверху и вот такой оттиск получается. И все. Прикольно, кстати, чем-то такое жирненькое намазано. Дальше. Смотрим. Что тут еще интересное? Просто не ожидала, что они все придут. Так быстро. А, это уже вижу. Лаки, кстати, не пришли еще. Наши мышцы подсорки есть, покажу. Это я заказала такие вот сеточки для стирки кроссовок. Так как я все свои кроссовки всегда стираю в стиралке на деликатном режиме. Обычно я стирал в сеточках, но в этот раз я заказала с сеточки такие вот специальные, с вот этими вот твердыми такими кругами. Я так понимаю, что это для бюстгальтеров тоже подходит, но у меня были для кроссовок. Вот сюда вставляется. Но я думаю, что это больше для кроссовок. Вот сюда вставляете кроссовки вовнутрь. Вот две пары. Здесь есть еще разделение, что удобно, чтобы они друг с другом, вы знаете, не болтыхались, не портились. Вот я заказала две такие утаковки, две такие сетки точнее для кроссовок. Дальше. Это все, что было с Алиэкспресса на сегодня из того, что нужно вот для ногтей. Вот это вот все, то, что я вам показала. Ну и, конечно, сетки и вот эти вот шапочки. И вот эти сетки. И теперь показываю, что же у меня здесь из косметики. Так, открываю нашу коробочку. Смотрим. Как всегда, что-то не так приятно, красиво упаковывать. Сразу вижу GoodShine, какой-то 15% скидка на какие-то украшения. Браслеты, да, 2 часов. Еще HelloFresh 95 евро GoodShine. Но я здесь никогда ничего не доказывала. Так, посмотрите, как красивенько все упаковано. Здесь очень много подарочков, потому что я заказала только два, как бы две единицы товара. А все остальное это подарочки, потому что у меня GoodShine были на день рождения, на Гибурт, такие на 8 марта. Так, я заказала крем для лица Estee Lauder и тушь. Сейчас показываю. Это крем такой Estee Lauder. Ссылку тоже оставлю вам на сайт. Смотрим. Вот такая красотишка, смотрите. Это ночной крем, увлажняющий. Потому что мне подойдет идеально. Это я вынюхала. Запах шикарный, освежающий. Весенний. Пахнет каким-то, не знаю, весной пахнет. Очень красиво смотрится. И надеюсь, что он мне подойдет. Дальше. Это у нас тушь от Yves Saint Laurent. Я уже рассказывала, что моя заканчивается. Та, которую я еще летом скупала в Duty Free. Когда мы летали в Грецию. Поэтому я заказала себе от этой же фирмы, но попробовать другую. Вот такую заказала. У меня все это было по скидке, поэтому не могу сказать, сколько стоило. Все по скидкам, потому что день рождения 8 марта. Мне пришли GoodShine, так как я часто стала сайта заказать. Вот такая вот. Кисточка. Сейчас попробую сфокусировать. Вот как она выглядит. Но пока мне нравится. Посмотрим, как будет смотреться на ресничках. Вот такая вот красота. Дальше. Здесь. Давайте сначала это посмотрим. Это патчи под глазки. Без патчей я вообще не могу жить. Сюда себе их заказываю. В этот раз тоже заказала корейские. Пикси. Классные пикси. Правильно, наверное, да. Вот эти вот зелененькие. Dream Eye называется. Написано после. Регенерирует. Кожу под глазами после ночи. Ну, сейчас скрывать уже не буду. Патчи. Патчи здесь 60 штук. То есть на месяц. 30 пар. Вот такие вот патчики. В подарочек идут вот такие духи. Ну, пробник, соответственно. Это не полноценные духи, конечно. Вот такие вот. И вот еще такой пробничек от Bioderm. Это крем какой-то. Да, барьер крем восстанавливающий. И вот еще такой подарочек. Мне там предложили выбрать подарочек. Я вот выбрала на картинку. Так выглядит. Чтобы смотреть, что там внутри. Я, если честно, не в курсе. Интересно, что они туда положили. Стопа всего. Так, вот такие наклейки, что ли. Что-то в этом стиле. Вот такие. Смотрите. Симпатичные. Дальше. Какие-то бантики. Это, наверное, собрать можно подарок какой-то. Ну, да. Подарочная упаковка такая. Я теперь поняла. Подарочная упаковка. Если кому-то в подарок что-то дарите, можно собрать такую упаковку. Видите, здесь тоже такие штучки наклейки. И вот сама упаковка. Вот так собираются. Черные. Вот, флопни, я думаю, будет очень красиво смотреться. Симпатично. Все. Это все, что мне пришло. Просто я довольна результатом. Особенно вот этим. Патчами. Кремчиком. От Estee Lauder. И вот этой тушью. Потому что я ее очень долго ждала. Моя-то уже на исходе. Все. Вот такие у меня сегодня посылочки. Настоящее 8 марта. Как говорится, муж оплатил. И спасибо ему. Так, звонит мне, значит, в дверь сейчас курьер. Полумокрая коробка. Принесли на имя мужа. Я думаю, что-то я не помню, что-то такое большое заказывала. А потом вспомнила, уже когда открыла, что мы заказывали крышку на нашу сковородку. Наконец-то. Кто знает, я рассказывала. Кто помнит, да? Что мы покупали сковородку Tefal еще в Кауфланде где-то год назад. Точно крышку тогда не купили. Я все не могла найти крышку. Решила, уже психанула. Говорю, мужу закажи на Амазоне. Нашла там за 10 евро. 32 сантиметра выбрали. И вот закажи. Все. Смотрите, теперь давайте посмеемся всем вместе. Здесь приходит крышка. И посмотрите, какая она огромная. Вот смотрите. Крышка, конечно, хорошая. Не спорю. Все стеклянное. Написано 32 сантиметра. Но я почему-то думала, что 32 сантиметра, как сказать, это не так много. Я сейчас ее померила. Я сейчас пойду еще раз померю, покажу. На нашу сковородку. Она как бы на нашу сковородку большая, конечно же. И тут я начинаю думать. Ну, как бы, если она большая, на нашу сковородку. Почему я всегда искала крышку 32 сантиметра в магазинах. Получается, что? Что, как бы, на нашу сковородку нужна крышка не, что ли, не 32 сантиметра. Вот наша сковородка уже покоцанная, бедная, но хорошая. И посмотрите на эту крышку. Что это? Я ничего не понимаю. Так, смотрим. Вот эта крышка, которая у нас есть дома, самая большая. Она на эту сковородку маленькая. То есть мне надо, чтобы вот так закрывалась. Понятно, да? Я думала, что вот это 28 сантиметров. И я понимала, что если она сюда маленькая, здесь нужно 32. Я заказала 32. Но получается, что здесь не 32 нужно. То есть сколько здесь нужно? 30. Я не знаю. Думала, ну там идет 28-32. Выясняется теперь что? Что вот это не 28, она намного меньше, что ли? Себя не знаю. У меня сейчас дилемма. Сейчас буду мерить. Я вроде мерила диаметр. Вроде 32 было. Сейчас опять буду мерить. Я в шоке. Вы сейчас просто будете смеяться. Я сейчас так, наверное, не смогу одной рукой. Но я взяла вот эту вот рулетку. Померила. И на эту сковородку нужна крышка 28 сантиметров. Вот это 32. Конечно, она большая. А вот это, которое я сейчас померила, 26. Не, ну нормально вообще. То есть мы ходили постоянно в магазин. Там были самые большие крышки 28 сантиметров. Ну, постоянно. 32 не было. Я все время психовала, говорила, ну почему нету 32? Мне надо ее заказывать в интернете. Я заказала. Зачем, если мне нужна была крышка 28 сантиметров? Была уверена на тысячу процентов, что вот это наша крышка 28 сантиметров. Почему я так была уверена? Почему я ее не померила? Я не знаю. И как я мерила вот эту сковородку, если я решила, что там 32 сантиметра, если там 28? Вот, пожалуйста, доказательства. 28 сантиметров. Все, все очень просто. Здесь 32, там 26. Знаете, как говорится, и занавес. Теперь у нас вот такая огромная крышка. Как бы пусть будет, конечно, но я не знаю, зачем она мне нужна. У меня нет никаких таких больших. Я в общем в шоке. Хорошо, что мы не заказали дорогую, какую-то, да, как сказать. И мы вообще, когда были в магазине Тефали, я там еще не купила за 30 евро крышку оригинальную 32 сантиметров. Я еще тогда на нее посмотрела, подумала, что как будто она будет большая на нашу сковородку. Все не могла понять. А оказалось, что надо было просто перемерить и посмотреть, что тут-то нужна крышка 28 сантиметров. Всего лишь обыкновенная крышка. В общем, все, у меня нет слов. Выключаюсь. У нас вечер 8 марта. Дима приехал с работы. Смотрите, с какими подарочками. Так приятно. Кладости. Такой линд, сердечко. И моя любимая, конечно же, тюльпань. Смотрите, какая красота. Сейчас поставлю их на воду. Очень красиво. Приятно. Всем привет еще раз. У нас уже 9 марта, четверг. Дима на работе. У нас еще дождь, как всегда. Я сегодня никуда не выходила. Дома занимаюсь домашними делами. Отнесла все в стирку. Сейчас вот готовлю ужин. Уже у нас почти 4 часа. Потом буду пылесосить во всех комнатах. Так что дел хватает. Что я сегодня готовлю? Хочу сделать мидболлы в томатном соусе. У меня есть вот такой рендер фрайш. Это говяжий фарш. И сначала делаю подливку. Хорошенько обжариваю лучок. Вот я его уже нарезала. Он жарится в оливковом масле. И дальше вот здесь делать подливу. А пока накручу шарики мидболлы из фарша. Запекать их буду в духовке вот в такой форме. Итак, я добавила в фарш одно яйцо и специи соль, черный перец, сушеный чеснок и красный перец, молотый паприку. Сейчас все хорошенько перемешиваю и буду делать такие вот небольшие шарики. Вот сколько мидболов у меня вышло. Они не маленькие, не крупные, но такие средние. И сейчас сюда к луку удалила вот такой томаты такие пассерованные. Всегда их беру в кауф-ханде, по-моему. Вот. И сейчас сюда еще добавлю полторы столовые ложки муки, чтобы соус хорошенько загустел. И оставляю тушиться на время. Можно сюда еще добавить чуть-чуть соли и перца. Все, потушила соус. Вылила сюда, залила мидболлы. Чуть добавила водички. И сейчас отправляю в духовку. Духовка уже нагревается до 180 градусов. Пеку до готовности, запекаю. Ну, обычно это полчасика. Думаю, что хватит, даже меньше. Так, ну что, мидболлы уже готовы. Смотрите, как они симпатично выглядят. Пахнут замечательно. Здесь я себе отвариваю картофель в мундире. А здесь пеку, Диме, картошку в духовке. Вот там. Все, правда, застелилось по-равному. Ну, и духовка, у меня что-то потекло сегодня. Сейчас как раз вытащу картофель. Пока она будет еще теплая, духовка в конце, когда будет остывать, обязательно снизу помою. Вот такой ужин у нас запланирован. Ну что, ужин почти готов. Дима уже пожелаетесь с работы. Будем наслаждаться, кушать. А на улице ливень. Весь день никуда я не выходила. Поэтому весь день дома. Спасибо вам большое, что смотрели влог. Как всегда, увидимся в новой серии нашего канала. В новом влоге, в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова